Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, тренер компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодня мы поговорим о ретиноле, а точнее о том, что нужно применять помимо самого ретинола, когда у нас в уходе имеется активный ретинол. Для начала мы разберемся, что такое активный ретинол, вспомним основные правила применения активного ретинола и в заключение обсудим, что нам делать, чтобы нивелировать прогнозируемые побочные эффекты от применения активного ретинола. Активным ретинолом считаются такие его формы, как ретинол и ретиналь или ретинальдегид, потому что форма ретиноевой кислоты, третинаина, в косметике традиционно, по крайней мере, в нашей стране не применяется, законодательно это сделать нельзя, только в лекарственных средствах может применяться эта форма ретинола, то есть производного витамина А. Но ретинол чистый и ретиналь это те формы ретинола, которым совсем немного нужно сделать шагов, 1 и 2 соответственно, чтобы превратиться в ретиновую кислоту, которая уже оказывает свои эффекты и антиэйджи, противоспалительные, осветляющие на коже. Если же в косметическом средстве вам встречаются эфиры ретинола, то есть ретинилацетат, ретинилпальметат, это не активная форма ретинола, это форма, производная витамина А, которая используется как антиоксидант, чтобы защитить само средство от окисления и нашу кожу от реакции перекисного окисления липидов на ней. Если же в косметике используется активная форма ретинола, или ретинол, или ретинальдегид, то, как правило, на флаконе всегда будет прописана его концентрация, например, 0,25% или 0,5% или 1%, чтобы человек, который его использует, знал, что от него ожидать и с какой концентрации начинать. Начинают всегда с минимальной. Проговорим кратко основные правила применения активного ретинола. Во-первых, ретинол применяется всегда вечером, то есть на ночь. Не потому, что он будет каким-то образом повышать критично фоточувствительность кожи, но больше потому, что он при применении на свету, то есть умером или днем, будет разваливаться и не окажет нужного эффекта. Следующее правило – ретинол применяется на сухую кожу. Это означает, что мы должны умыться, притереть кожу тоником, подождать 15-20 минут, а если кожа очень сухая, то и все 30, и потом нанести ретинол. Это делается для того, чтобы кожа успела выработать немножечко своего кожного сала и агрессивное действие ретинола, то есть раздражение от него было менее выраженным. Следующее правило – это количество нанесения. Ретинол не нужно наносить в средства с ретинолом слишком много, горошинки, порции, извлеченной с горошиной, достаточно для лица и точно такая же порция будет достаточно для шеи. Кратность применения ретинола тоже очень важна. Нельзя начинать применять ретинол ежевечерне, нужно всегда вводить его постепенно, то есть с двух-трех раз в неделю, потом переходить уже на режим через день. И, как правило, такого режима применения достаточно для большинства людей. В итоге человек выходит на комфортный для него режим применения, потому что это может быть и реже, чем через день. И в очень редких случаях при очень сильном гиперкератозе, жирной, плохо обновляющейся кожи, толстой, плотной, грубой, возможно, какой-то небольшой курс применения ретинола ежевечерне. Но это точно нужно не всем. Какие же прогнозируемые побочные явления возникают при применении ретинола? Как правило, это раздражение, может быть легкое покраснение, пощипывание при применении привычной вам косметики и даже при умывании с водой. Это шелушение, которое может возникать как на всем лице или шее, то есть на всей области применения ретинола, так и в чувствительных зонах, например, на крыльях носа или в зоне вокруг глаз или вокруг рта. И эти побочки как раз мы и пытаемся нивелировать сопутствующим уходом, о котором мы сейчас поговорим. Если кожа не пересушена и превалирует раздражение, то есть покраснение, повышенная чувствительность кожи, то мы можем ввести в уход дополнительно средства, которые будут снижать чувствительность кожи. Также очень хорошо на фоне применения ретинола работают средства, которые восстанавливают микробиом, то есть помогают нормальной микрофлоре существовать в оптимальных для нее условиях. И тем самым подавляется условно-патогенная микрофлора и чувствительность кожи становится более нормальной, приемлемой. И для этого можно использовать, например, средства пробиоскин, это сыворотка гелевой текстуры, которая содержит лизатый бактерий, это пробиотики считается, если правильно сказать, это постбиотики. И содержит, помимо всего прочего, еще и пребиотики, то есть здесь в данном случае инулин и альфа-глюкан. Это средство можно применять, например, на ночь вместо ночного крема или под, допустим, ночной крем в те дни, когда нет ретинола. Если вы применяете ретинол, то использование крема допускается, но не раньше, чем через час после нанесения сыворотки с ретинолом. Также пробиоскин можно применять утром под, например, средства с СПФ. Следующее побочное действие, от которого нам хочется избавиться на фоне применения ретинола, это шелушение. И для этого отлично подойдет безводный гель Ceramic Skin Saver. Его любят очень применять люди, когда на улице мороз от перепадов температуры, потому что он имеет текстуру, не содержащую воды, и поэтому его можно наносить, не ожидая, например, те пресловутые полчаса-сорок минут до выхода на улицу. Он очень хорошо распределяется по коже, придавая сначала некую маслянистость, а потом улетучивается силиконная составляющая этого геля, то есть циклопентасилоксан, и кожа становится просто бархатистой, при этом он не забивает поры, не жирнит кожу, не провоцирует возникновение жирного блеска, поэтому очень комфортен даже для обладателей жирной комбинированной кожи. И гель Ceramic Skin Saver в том числе позволяет пережить более комфортное шелушение, которое возникает порой на фоне применения активного ретинола. Ну и традиционно его также используют для того, чтобы более комфортно пережить реабилитационный период после пилингов. Следующее средство, в котором зачастую есть необходимость на фоне применения активного ретинола, особенно в начале применения, когда кожа адаптируется к ретинолу, так называемая ретинизация происходит, это крем восстанавливающий NMF Protection. Это уже работа, скажем так, более глубокая, мы восстанавливаем гидролипидный барьер за счет и жировой, и водной составляющей, то есть здесь у нас есть аминокислотный комплекс, практически соответствующий нашему натуральному увлажняющему фактору, поэтому крем так и называется NMF Protection, Natural Most of Factor Protection. Кроме того, здесь есть масляная липидная составляющая, сквалан, масло ши, то есть здесь есть и антиоксиданты в составе, например, томин Е, и вот этот крем, это классический по текстуре крем, достаточно плотный, но при этом довольно легкий, то есть опять-таки нет комедогенности при его применении, он будет использоваться, когда кожу надо восстановить, когда она и гиперчувствительная стала, и стала шелушиться, и наблюдаются какие-то покраснения, то есть нужно помочь барьерную функцию быстро привести в порядок. Режим применения крема NMF Protection, восстанавливающего, он может быть разным, вы можете применять его и в первой половине дня, можно наносить его поверх сыворотки пробиазкин с лизаторными бактериями и с пребиотиками, также можно использовать его на ночь, например, в те дни, когда нет ретинола, либо в те дни, когда есть ретинол, но через час после его нанесения, для смягчения кожи, для увлажнения, для питания, то есть восстановления защитного барьера. Важный момент при применении активного ретинола – это защита кожи от солнца. На самом деле, даже в осенне-зимний период зачастую ультрафиолетовый индекс, который мы смотрим в прогнозе погоды, бывает, превышает цифру 3, и если он превышает цифру 3, то кожа нуждается в защите от солнца. И на самом деле, на фоне применения ретинола, желательно хоть небольшую защиту от солнца применять всегда, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда утром, например, индекс инсоляции был 0, а днем будет, например, 3 или 4. И что для этого лучше всего подходит? Конечно, когда высокий ультрафиолетовый индекс, когда у нас не осенний, зимний, а, например, весенний и летний период, то на первое место у нас выйдет крем-мультипротектор с SPF 50+. Это крем, который имеет oil-free текстуру, то есть, опять-таки, отлично будет переноситься не только людьми с нормальной сухой кожей, но и теми людьми, у кого есть склонность к закупориванию пор, к жирности повышенной, то есть это комбинированная жирная кожа. Здесь и химические, и физические фильтры, поэтому эта защита очень эффективна. И, естественно, этот крем не комедогенный, потому что не содержит жиров. Его мы наносим утром, можно его использовать поверх сывороток, опять-таки, пробиоскин или каких-нибудь еще, например, антиэйдж вариантов, которыми дополняется порой уход, содержащий ретинол. И он более востребован, конечно, в период весенне-летний. Есть у нас также безводная текстура, очень интересный безводный крем, если будет видно, выдавлю на руку, который прозрачный, напоминает он праймер под макияж, кто использует такие вещи, и содержит он солнцезащитный фактор 30. Это такой классический хороший городской СПФ. Вот его можно использовать и вместо средства от мороза, потому что он не содержит воды. Также он будет защищать кожу от солнца, если индекс инсоляции превышает критическую отметку, например, цифру 3. И, соответственно, вот эти оба средства могут применяться в любой сезон, но, например, в зимний период предпочтительнее антиоксидантный гель-праймер с СПФ-30. Таким образом, на фоне применения активных форм ретинола, нам необходимо снижать чувствительность кожи, защищать ее от солнца, восстанавливать защитный барьер, гидролипидный барьер, помогать нормальной микрофлоре существовать в оптимальных для себя условиях, соответственно, плодиться и размножаться, и предотвращать какие-то агрессивные воздействия внешней среды, как то, например, перепады температур или пересушенный атмосферный воздух. То есть это тоже очень важно для того, чтобы вот это применение ретинола, особенно в начальном периоде, первые два месяца условно, пережить достаточно комфортно. Если у вас есть опыт применения активного ретинола, я буду очень рада, если вы в комментариях напишите, что вы применяете на фоне этого активного ретинола, как вам вообще нравится использование активного ретинола, получили ли вы все ожидаемые эффекты от него, как вы пережили с точки зрения побочных эффектов начала применения ретинола, какой вы использовали ретинол. Я думаю, это будет интересно не только мне, но и всем остальным подписчикам, которые будут смотреть это видео. Если оно было для вас полезным, буду очень признательна, если вы поставите лайк или дизлайк, как уже вам угодно. Лайки помогают в продвижении канала, стимулируют, мотивируют нас какую-то еще полезную информацию для вас подготавливать. Всем хорошего дня и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok